здравствуйте уважаемые любители моих небольших научных роликов сегодня у нас ролик о науке но он называется ответа на вопросы потому что сразу затрагивает несколько любопытных тем ну меня очень много спрашивают о выдающимся ученым современности пабло паба с ванте ну это шведский ученый как известно мы уже с ними один раз имели дело при петре первом ну они придумали нобелевскую премию вложив в нее деньги нобеля ну то есть динамитные деньги кстати говоря того кто в основном то заработал их на территории россии ну поэтому как вы понимаете русских ученых там бывает мало и редко в основном беглый прохиндей но тут у нас произошло крупное событие вот этот паба сванте он удостоился нобелевской премии за 22 год у меня спрашивают ну как это произошло из за что собственно говоря дали ну пути этого замечательного ученого был достаточно прост и тривиален он занимался очень много молекулярщины ну модными дело как известно за молекулярные втюхивания разных глупостей очень платит большие деньги и такие люди востребованы в основном это технологический процесс связанный с использованием довольно дорогих приборов и реактивов у исследователей основная задача входит получить некий набор условных данных а потом их свести с помощью коварных биоинформатиков это те кто не биологии и математики не знает но зато большие теоретики у нас таки есть так вот но начал с того что ковырялся с мумиями еще в далеких 90-х годах и пытался значит из них там чем-нибудь извлечь ну как известно днк разрушается и даже в идеальных случаях таких как мамонты когда у которых иногда даже сохраняется слегка лизированная кровь чем сделать это пока еще не удалось все эти разговоры о том что все уже случилось являются откровенным враньем так вот чем же наш сванте отличился он в музее переехав работать в германию там они мотались время было хорошее дорогое для них потому что их они жили за счет ограбления россии стран социалистического лагеря чем подняли свою экономику от краха в 90 минут он назначился по европе и вот в германии в бойне он получил кусочек неандертальской днк то есть кусочек ткани и выделил 379 нуклеотидов победа но потом сравнил с двумя тысячами там помню 50 чем две двумя тысячами человека 59 шимпанзе и тут же построил эволюционное дерево на каком основании почему 379 митохондриальных фрагментов маленьких фрагментиков днк митохондриальные подчеркиваю являются основой для построения дерева ну хорошо оказалось что он на основании этого методом кладограмм логистического анализа на всякий случай скажу что они не предполагают параллелизмов вообще там только дихотомия но компьютерная программа для полных идиотов у нас их очень любят зоологи и палеонтологи я уж с их помощью думать не надо засунул в программу и меняй параметры подгоняй подконечный результат получишь то что на западе будут публиковать вот тебе и зарплата ну примерно так у нас то делается начнут сделав на митохондриальные днк непонятно чего то есть построив дерево связи обезьяна людей и тут же сказал что все мы разошлись 120 150 тысяч лет но там вопрос подгонки результатов это понятно но то на самом деле митохондриальная днк два года назад как раз было показано что в одной клетке в одной если оттуда извлечь эту самую митохондриальную днк у то можно получить от 10 там до трех десятков геномов разных и объединить не то что человека с неандертальцем шимпанзе неандертальцы например с тыквой и доказать таким образом их фундаментальные генетическое родство но чем собственно говоря биоинформатики занимаются то есть вот исходя непонятно на основании каком то есть компьютерного анализа дихотомических связей частоты встречаемости митохондриальной днк которая не является самым нестабильным геномом в нашем организме он добился большого результата ну и дальше дело пошло веселее он закончил эту историю с провальной митохондриальной днк уже воздухе запас холожари на многое некоторых и снизу стала подпекать он перешел к исследованию уже днк настоящий ядерный ну и тут еще подошел метод достаточно хороший тоже к нему не имеющий отношения пиросеквенирование то есть скоростной метр получения накапливания пцр копий и он тогда исследовал 70 неандертальцев ну уже модный человек может объединить кого угодно кролика с морковкой но тем не менее это модное направление ему дали кусочки от 70 неандертальцев и он проанализировал 254 с копейками послед тысячи последовательности ну то есть таким образом он проанализировал как бы ядерную днк но у секвенирование очень хорошо полезное дело хороший метод если им разумно использовать так вот что в результате глобального глобальной работы 1 миллиард фрагментов но понимать что это не руками получит компьютерный автомат длиной от 30 до 70 нуклеотидов и таким образом он объявил что к полному митохондриальному геному который с его точки зрения составляет что-то ты 600 16000 нуклеотидов он еще и добавил ядерная днк ну и чего дальше сделав эту работу тремя методами молекулярно-генетическими они сходны по сути он значит показал что расхождение было наверно между неандертальцев на 825 тысяч лет но в общем это обсуждалось неоднократно в литературе до изобретения пересеквенирование даже пцр вещь известная то есть применение метода сравнения фрагментиков даже 1 миллиарда столь коротеньких днк является чистым кладистическим то есть никаким анализом науки вот за это дело значит его подняли на щит но него там был еще один биографический фокус связанные с изобретением открытием гена fox p2 который связывают с речью один ген орген регулятор правда он регулирует сложные процессы и он оказывается регулирует речь это гениальный вывод был сделан тем же за нашим замечательным сегодняшним потрясающим ученым на основании чего анализа семейства пакистанцев у которых в половине случаев половине семьи в трех поколениях были дефекты речи но не у всех у только у половины трудности с произношением не договаривались слава у нас таких полно сотрудник затруднений с языком губами на моторика причем тут речь обезьян нет затруднений с языком и губами но они отлично не говорят но тем не менее 7 хромосома пошла на ура иначе говоря fox p2 ген регулятор тут же был анонсирован как гены речи но это особая форма генетического маразма вот этих кудрявых шепелевых которые все время пытаются свисать с одним единственным геном сложные человеческие функции мозга но если у вас все от гену то тогда чего шарахнул там во время поля брака палкой по башке произошло кровоизлияние с другой стороны все гены целые непонятно и почему даже у поля брака эти пивуны они пели слова но не говорили ребята вы не заворались ли а почему потому что этот ген fox p2 косвенно связан с специфическим геном который снижает в развитии синаптогенез то есть от системная реакция и когда стали его блокировать уилл что у мышей тоже могут быть затруднения это не речь блокируется а синаптогенез той связи между нейронами ну и понятно что 2002 году наш паба от этого опубликовав тематериал так тихонько тихонько отполз в сторону вот потому что эксперименты нам один ах то есть таких птичек симпатичных показали что да действительно у которых экспериментально там удаляли гены или добавляли они действительно меняли свои песни но ужас-то в том что всем один и которые вообще не пели у них уровень этого гена и пить а вот такая типичная европская панама которая собственно говоря направлен на то чтобы заморочить людям голову совершенно бессовестным образом она как обычно привела к нобелевской премии но после как вы знаете нобелевской премии полученный такими выдающимися деятелями как барак обама мне кажется уже ждать нечего ну на этом уважаемые слушатели я вынужден закончить свой рассказ про нашего нобелевского лауреата решайте сами насколько он достоин этой премии от динамита а я в этот момент причащусь так чтоб вы не видели и перейду к второй части нашего сообщения вторым ответом на вопросы часто задаваемым является моя деятельность по поводу тестирования мозга по набору косвенных признаков то есть по ручкам по мордочкам и по текстам из 600 слов этот проект уважаемый слушатель полностью завершён он начался два месяца назад и к 29 сентября иссяк не потому что мы не можем проанализировать еще просто сил нету это ручная работа которая требует очень больших усилий к сожалению она не автоматизирована и мне нравится очень многие слушатели и зрители которые захотели проявить проявили интерес собственного мозгу то есть это конечно предварительный отбор и мне конечно хочется принести огромную благодарность потому что без вашей помощи мы бы этот проект не осилили дело в том что в этот проект уже было затрачено денег ну как бы вам так сказать очень много и ваши пожертвования они составляют примерно половину даже чуть меньше от искомой суммы на проведение таких работ на уж это реальные работы требующие больших человеческих усилий просто ручных поэтому большое спасибо что вы поучаствовали ваши пожертвования очень пригодились потому что мы бы сделали ровно в половину меньше если бы не они да и цена была бы очень высока поэтому я приношу глубочайшая благодарность всем кто в этом участвовал мы старались те кто участвовала получил ответы некоторые ответы чуть задерживаются там по всяким техническим причинам у людей все-таки есть какая-то другая жизнь не только круглые сутки заниматься анализом ваших способностей и возможности управления энергетикой мозга поэтому там будут еще в течение недели а то и двух приходить мы будем подчищать так сказать концы материала что могу сказать из проявивших интерес видите сторожит мой чайник замечательные бабы ведь с каким носом как красавица не можно заподозрить между прочим израильский а то и американский паспорт так что вот завидуйте на сайте так вот из всех присланных примерно треть докатилась до того чтобы таскать поучаствовать в эксперименте кто-то кому-то не нравилось что мы нам требуется нам требуется фотографии человека кому-то не очень не нравилось то что требуется руки они почему-то решили что с ним их силы айфоном это они насмотрелись это американских боевиков с этими дураками сказать крышками от кастрюли в трико где-то снимку с пяти километров можно разобрать цвет волос на желает с таких было полно впечатленных марвелом иначе говоря вот эта вся ерундистика руки нам не нужны это руки нужны были не для того чтобы смотреть ваши отпечатки пальцев а для того чтобы понять нет ли у вас некоторых заболеваний связанных с кальциевым метаболизмом потому что они не контролируются мозгом оси здорово на него влияют поэтому извините но мы должны подстраховываться иначе это будет нечестно то есть заключение будут липовые кроме этого лица они лица тоже играют огромную роль дело в том что когда человек думает а он думает про себя понимаете в три раза быстрее чем он произносит слова а в результате что со временем особенно тех тоже пожил немного на лице мукой чё написано а именно мышц сокращаются непроизвольно когда вы думаете про себя и постепенно в них накапливается что благодаря тренингу лучше работают поэтому какого-нибудь жуткого искусителя часто бывают такие богатые лица но у меня скажете вот самые знаменитые душегубы нет лица гладенькие читайте мои книжки люди с первичным сознанием вообще ни о чем не думают они живут набором инстинктов поэтому лица гладенькие чистенькие как у многих женщин старости что опасаетесь таких я про мальчиков так вот в результате этого исследования мы выяснили очень много интересного но оказалось что мир не так безнадежно то есть очень многие люди проявляют очень хорошие способности или имеют очень приличный потенциал то есть их надо только направить найти способ этого мы пока не умеем делать поскольку как вы понимаете томографа с высоким разрешением нет и определить способности мы не можем мы можем определить насколько вы можете управлять собственным мозгом то есть ну перераспределять энергию в мою в мозг для того чтобы им поработать вот этим мы занимались поэтому потенциал у многих очень приличные но почти у всех не использованы то есть выжить из своего мозга как в том старом анекдоте про кошечку но когда женщина решила отвадить своего мужа алкаша от пьянства привезла и водки бросил утопила в нем кошку приходит думать но все он бросил пить нет он сидит спокойно ведь ну котик еще чуть-чуть вот ровно такая история из нашего мозга можно выжить очень много но лень праздность и патологическое самомнение да но конечно не украшает жизнь отнимает последние ресурсы у мозга а жизнь конечная напоминаю как это неприятно неприятно слышать поэтому тем не менее с этим приходится смиряться таким образом эксперимент полностью закончен остатки которые мы доведем до вашего сведения кто не доработал у кого-то пропали письма не дошли это тоже бывает особенно из-за границы значит кто там остался не охваченным напишите мы все поправим если ваших данных нет дошли те мы их проанализируем но новых уже граждан мы не принимаем не из-за того что мы вредны из-за того что проект окончен и вернемся мы к нему может быть несколько в другом виде примерно через год но это не значит что никаких других проектов не будет когда мы проанализируем результаты этого исследования мы обязательно вам сообщим но для этого мне надо поехать в город санкт-петербург поскольку не я один это делаю это делает группа выдающихся ученых по всех отношениях которые прикладывают колоссальные усилия для развития этой технологии отчет общий с функционной будет меня его с удовольствием вам расскажу в какой приличном заведении города санкт-петербург когда мы подобьем все результаты но это будет не раньше там через пару недель а может быть даже пораньше не знаю как получится по этой причине уважаемые слушатели и зрители я вас благодарю за участие в этом проекте приношу нижайший поклон если б не вы своими скромными пожертвованиями ничего бы не состоялось и мы бы также точно рассуждали и гадали на кофейной гуще потому что если такое тестирование провел наш сегодняшний нобелевский лауреат того никаким мумиям никогда бы не допустили это явно поэтому уважаемые слушатели а с вами заканчиваю этот ответ на вопрос и хочу вам пожелать внимательно следить за сайтом издательства виде где будут в роликах объявлены дальнейшие опыты если нас вам понравится полученный результат и тогда вы сможете поучаствовать но если вас волнует собственное сознание и собственные возможности и вы чувствуете силы изменить сегодняшнюю ситуацию но нет сил не участвуйте ну пожилым людям тем более уже большая часть жизни прожитая ну заниматься самообманом не хотелось бы да и нам как-то стыдно принимать такие заявки но тем не менее следите и мы постараемся ответить на все ваши вопросы ну а я продолжу нарушение нравственности в очень циничной форме и перейду к третьему аспекту нашего разговора разговора третьим вопросом очень важным который все время волнует слушателей является ты яд но очень вкусный третьим вопросом которым собственно говоря мы занимались это вопрос о церебральном сорте то есть мне все время спрашивают вот тут а происходит ли эволюции сейчас я многократно говорил что эволюции медленный процесс и надо много усилий чтобы она так сказать стала проявляться но мы живем в такое время замечательное просто чудесно я не скажу что такого не было 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 много раз но тут как раз в общем нам удалось жить как любят китайцы говорить во время перемен перемены это что это не революцион с песнями и гильотинами нет перемены это смена системы как я писал в книжке церебральный сортинг смена системы искусственного подбора это очень болезненного процесс который происходит обычно с массовым душегубством ну как вы понимаете никто из тех кто владеет золотом бриллиантами щитами во всяких сомнительных банках где-то за атлантической лужей или не дай бог на великобританских островах просто так сдаваться не любят они всячески хулиганит и беспощадно борется за свой любимый гульдин но по этой причине все эти эволюционные процессы то есть смена механизмов церебрального сортинга они происходят очень болезненно самое главное в церебральном сортинге это увидеть процессы самоорганизации потому что в момент воин конфликтов острых экономических противоречий все эти взаимодействия очень обостряются ну то есть вы там посылаете генерала осуществлять военные действия а он как-то не фурыкает то есть генерал н эволюционировал в эпоху когда войны не было а какие лучшие качества проявляют офицеры в мирное время сами знаете какие благодаря которому они попадают на генеральские должности поскольку говорить об этом нельзя я буду говорить такими намеками ну и понятно что когда он доходит дело до конкретных боевых действий там что-то не ладится так сильно не ладится что его надо менять так собственно говоря происходило во время всех войн и наших и чужих и только военные действия реальные выдвигают из среды аля интендантов настоящих боевых офицеров только так именно поэтому добровольцы стараются идти не к заслуженным многозвездным генералам а к тем кто занимается практической военной работой нам жизнь дороже это понятно то есть что предстоит предстоит очень большая большой разбор полетов и соответственно церебральный сортинг после которого очень мало генералов и офицеров мирного времени останется на своих должностях это тоже понятно но такие правила надо давать результат они нечто иное по этой причине церебральный сортинг на армейской почве идет очень жалко людей которые из-за этих простите меня не до сортированных гибнут на полях сражениях там очень много действительно настоящих дельных людей которые по-настоящему любят роль и в этом отношении когда мне говорят о том что ну вот сбежала сколько там сотен тысяч очень хорошо я представьте себе что они не сбежали через верхний ларс а трудоустроилась у страдоустроились в оборонке промышленности в компьютерном компьютерном программировании то есть когда надо сохранять наше отечество от всяких поползновений с такими мыслями чтоб они там наделали мне даже страшно предположить пусть бегут куда хотят ни в коем случае не надо запрещать мы таким образом избавимся без ужасов 37 года от массы людей которые нам в стране чтобы поддерживать эту страну не нужны и даже опасны поэтому церебральный сортинг и здесь идет кроме этого сейчас же у нас как промышленность военная ситуация мобилизует промышленность хорошо или это плохо отлично отлично замечательно наконец-то появилось то что так требуется в церебральном сортинге а именно результат в чем проблема чиновников за последние полвека да потому что в конце совдепии я застал это время и сейчас тем более убрана самое главное ответственность чиновников за результат а сейчас она военная ответственность но нет процессоров значит ищите стенку потолще это разве не церебральный сортинг церебральный если потратили денег на создание микроэлектронной промышленности с эффективными процессорами столько что можно было купить на тайване пару целых заводов и завалить весь мир микрочипами а у нас не наука ничего не получила ни промышленность ничего не получила ни научно-исследовательский институт ничего не получил кто отвечает фамилии имена явки господа к разбору логично логично это разве не церебральный сортинг и еще какой и сейчас началась естественно вполне у обладателей старой конструкции кстати говоря сигары очень полезно кунать в ром у них вкус немножко меняется особенно когда они прогорят заметки фенолога так что же происходит происходит очень простая вещь появляется ответственность пусть такая мне очень жалко людей погибающих на войне по-другому заставить массу этих вороватых бездельников которые называются чиновниками работать просто невозможно нет критериев оценки их труда они закатывают глаза и начинают нести ахине или подсовывать между себя какого-нибудь балбеса который подписал две бумажки все по этой причине отвечая на вопрос зрителей о том идет или не идет церебральный сортинг я твердо говорю идет идет семимильными шагами мне скажут но он в плохую сторону нет в хорошую он идет в хорошую сторону именно с этим связан мой оптимизм поскольку наблюдать как ученым процесса церебрального сортинга и понимать что происходит происходит с нами так же как происходило с предками не методом использования митохондриальной ДНК который не работает даже нам один или другой имитации науки очень важно и интересно мне кажется что мы должны подходить к этому процессу да с большой горечью поскольку гибнут далеко не худшие люди но с пониманием того что без такой большой развесистой и очистительной клизмы ничего боюсь не получится а так уважаемые слушатели хочу пожелать вам здравомыслия и возможностей дожить до следующего нашего тестирования которое вполне может оказаться намного более интересным чем сейчас на чем с вами и расстаюсь приятного чаепития ну и всяких маленьких других удовольствий но не злоупотребляйте это очень опасно для мозга до свидания на следующий раз на сайте